Сегодня я хочу вам рассказать про госслугу приобретения прав на земельный участок в черте города, республиканского значения, столицы, городов, областного и районного значения. Госслуга у нас оказывается 30 рабочих дней, два этапа. Первый этап — вводили строительство и архитектуры, второй этап — вводили земельных отношений. При подаче заявления мы рассматриваем ее на соответствии кемплана и проекта детальной планировки. Если все соответствует, мы направляем заявление в государственные органы и иные организации. Это у нас коммунальная служба города. В течение 5 рабочих дней коммунальная служба города предоставляет нам заключение в электронном виде. Если все соответствует, то мы направляем, формируем окончательную схему отвода. Если заключение отрицательное, то мы готовим мотивированный отказ. После того, как заявитель получит окончательную схему отвода у себя в личном кабинете, у него на это 10 рабочих дней, чтобы согласовать. После согласования заявление нам возвращается на этап АПЗ при условии, что целевое назначение будет для строительства. Если же нет, то она падает на этап присвоения временного адреса. После того, как мы присвоим адрес, заявление падает на второй этап в отдел земельных отношений. В отделе земельных отношений они выносят постановление и заключают договор купли-продажи временного, возмездного, либо безвозмездного, краткосрочного, либо долгосрочного землепользования, либо договор купли-продажи частной собственности. На сегодняшний день, думаю, эту госслугу востребованы, так как на сегодняшний день, это 29 марта 2024 года, этой госслугой воспользовались 1510 заявителей. Нам в день поступает по 25-30 заявлений, иногда меньше, иногда больше. И ещё можно отметить плюсом прозрачность этой базы, так как при подаче заявлений вы увидите все заявления, которые у нас в работе были и есть. Также у нас есть госслуга «Выдача разрешений на изменение целевого назначения земельного участка». Срок оказания госслуги — 13 рабочих дней. Госслуга оказывается в два этапа. Первый этап — в отделе строительства и архитектуры, второй этап — в отделе земельных отношений. При подаче заявлений мы рассматриваем заявление на соответствие геймплана и проекта детальной планировки, смотрим правоославные документы. Если всё соответствует, мы направляем заявление в службу города. После того, как службы города нам дают заключение, мы готовим либо мотивированный отказ, либо вступкаем в отдел земельных отношений для того, чтобы они вынесли постановление. Госуслуга также подаётся электронно через ЗЦП. Оказывается, госслуга бесплатна. Ещё у нас есть две госуслуги — продажа земельного участка и продление срока аренды земельного участка. Продление срока аренды земельного участка. Госуслуга оказывается 10 рабочих дней в два этапа. Первый этап — в отделе архитектуры и строительства, второй этап — в отделе земельных отношений. Нам даётся один рабочий день, отдел архитектуры, для того чтобы мы посмотрели на соответствие геймплана и проекта детальной планировки. Если всё соответствует, мы спускаем в отдел земельных отношений. Отдел земельных отношений уже выносит постановление и заключает договор. Продажа земельного участка. Госуслуга оказывается 5 рабочих дней. Два дня для посмотреть в отделе архитектуры на соответствие генерального плана и проекта детальной планировки. Если всё это соответствует, мы спускаем в отдел земельных отношений, у отдела земельных отношений 3 дня, чтобы заключить договор и вынести постановление. Насчёт госуслуги приобретения прав, контроль качества можно отследить тем, что она прозрачная, там всё видно, там при подаче заявления и руководители всё-всё видят. А насчёт госуслуг продления срока аренды земельного участка и продажи, эти госуслуги оказываются у нас всё ещё в бумажном виде через канцелярию аппарата. На первом этаже у нас первое окошко принимает заявление. На сегодняшний день популярна у нас госуслуга приобретения прав на земельный участок в черте города республиканского значения столицы городов областного и районного значения. Эта госуслуга с недавнего пор запустилась и уже воспользовались 1510 заявителей. В день нам поступает по 25-30 заявлений, иногда больше, иногда меньше. Думаю, что эта госуслуга является востребованной в первую очередь. Редактор субтитров А.Сёмкин